До беды засталося недолго. Бьют тревогу же хары Брестках и микрорайона Гершоны. Не сегодня, не завтра, сдарится непоправное, а они никак не могут повпливать на ситуацию. Причина – отсутность пешеходных дорожек. Школа здесь находится рядом. То есть смысл возить меня ребенка куда-то, если есть школа. Но я его просто не отдал сюда, потому что я беспокоюсь за его жизнь. Потому что, во-первых, поток машины очень большой. А иногда заберешь со школы, может быть, с работы успеешь. Иногда не заберешь. Ребенка придется возвращаться самому. Это очень опасно. Было так, что проехал автобус при расхождении автотранспорта. Ну, это вот за локоть практически ударило автомобилем. Ну, эту проблему нужно решать. Беспека покидая жадать лепших, а тротуара нема. Люди вымушены исти по ошибленной дорозе. Особливо небеспечно зимой, коли от снега расчищена только дорога, тому у мясцовых свои правила дорожного руху. Поглядеть направо и налево, а для большего эффекту перохреститься. Я очень часто хожу в храм. И возвращаюсь очень поздно. Я иду под таким страхом, что даже не передать. Во-первых, машина идет, освещает тебя. Все, ты ничего не видишь. Я схожу на обочину. На обочина корявая. О, какая тут обочина. Это не смотря на то, что Свято-Афанасьевский монастырь, который тут совсем побочит находится, культурный помник. Сюда паломники едут. Мясцовые ж сил выбиваются говорить, какие только меры не примали и листы писали. Но все, как навеску дядули. Лично я обращался в горосполком, с коллективным обращением. Ответы были такие, ну, неоднозначные, ну, не конкретные и не связанные вообще с решением данной проблемы. Шмат гэтые люди не просят. Непотребны им пешеходные дорожки за обо двух боков, за одного до Статкова. Кто ничего не делает, кроме вот остановки, плитку положить, они больше ничего не делают. Писали много раз. Максимум, что здесь делают, это подсыпку отдельных дорожек и все. Дорожники заполнивают. Работы все же ведутся, нехай и не такими объемами и темпами, як бы того хотелось и мясцовым же хорам. А на угол же виной усяму степлые махчимости бюджету. Весной и осенью сделали ямочный ремонт, сделали тротуар в районе улицы Ковельской, барьерные ограждения сделали. Сделали на пересечении улицы Свято-Фанасийской и Кирпичной водоотведение. Там большая, очень большая проблема была. И дойдем, наверное, и до этого объекта. Причем кировник дорожной господарки заполнивает шагать засталося недолго. Когда наступит благоприятный период, мы обязательно что-то подцепим. У нас есть материалы фрезерования асфальта. Думаю, что это мы сделаем в этом году, весной. Мужик не перехрестится по коль громней гримне. Хочется сподеваться, что не придется ждать майских гримот. Абаки знайдуть дорогу до поразумения уже в ближайший час. Татьяна Болдуть, Миколай Ковалев, Сергей Матвейчук, Телерадио Компания Брест.